В этом уроке мы разберем под каким углом, с какой скоростью и по какой траектории вести электрод, чтобы получить красивый, а главное надежный шов. Варить будем сварочным инвертором FUBOK IR-180 электродами с рутиловым покрытием диаметром 2,5 мм. Учиться будем на заготовках из низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм. Начнем со шва в нижнем положении. Это самый простой шов, так как заготовки лежат горизонтально и сварочная ванна стабильно. Именно с этого положения нужно учиться варить. Перед началом работы необходимо подготовить детали под сварку, очистить от загрязнений. Это может быть ржавчина, окислы, старая краска. Все это влияет на качество шва. Детали протираем ацетоном или растворителем. Включаем инвертор и выставляем силу тока. Его выбор зависит от нескольких факторов. От вида и толщины свариваемого металла и диаметра электрода. Мы варим сталь толщиной 3 мм, электродом 2,5 мм. У нас горизонтальный шов. Начнем со 100 ампер. В процессе можно будет докрутить при необходимости. Для начинающих сварщиков даем таблицу-подсказку. Сохраните ее в закладке или сделайте скрин экрана. Не стоит выставлять значение выше максимального, иначе металл попросту будет прожигать. С другой стороны, если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет, и электрод начнет залипать. Зажигаем дугу. Как мы помним, есть два способа. Зажечь касанием, коснуться электродом поверхности металла и тут же его приподнять. Образуется дуга. Или второй способ. Зажечь чирканьем. Электродом чиркают, как спичкой, по поверхности, и тут же быстро поднимают электрод. Как только получилась стабильная дуга, начинаем перемещать электрод. Старайтесь выдерживать короткую дугу. В этом случае электрод не будет залипать. Если делать дугу длиннее, то будет слишком много брызг. При ровном, хорошем шве процесс формирования дуги имеет ровный, однотонный звук. В зависимости от вида шва электрод держат под разными углами. Примерно 45 градусов углом назад – это самый простой способ. Видна сварочная ванна, и ее легко контролировать. Под таким углом можно варить в нижнем положении. Угловые и стыковые соединения. При сварке 45 градусов углом вперед можно получить большую глубину провара в начале шва. Здесь дуга как бы выталкивает металл и не дает стечь ему из сварочной ванны. Этот способ используется при потолочном, вертикальном, горизонтальном соединении сварки неповоротных стыковых труб. Теперь о траектории электрода. Попробуем сварить две детали разными траекториями. Для начала подготовим деталь. Делаем прихватки, то есть соединим детали в двух точках. Это поможет им зафиксироваться и избежать перекоса. Сначала покажем продольную траекторию. Она отлично подходит для формирования тонкого ниточного шва. При этом способе электрод просто введут вдоль соединения. Такая траектория характерна при сварке тонкого металла в один проход. Получаем вот такой изящный шов. Если же металл толще трех миллиметров, то электрод перемещают поступательными движениями. То есть он поступательно перемещается вдоль шва. Если задача сделать широкий шов, то рекомендуется варить колебательными движениями. Электродом совершают движения поперек оси шва. При этом вот таких колебаний существует много видов. Ёлочка, зигзаг, полумесяц, кольцевые движения. Варить можно разными способами, в зависимости от положения шва и типа соединения. Наш специалист варит зигзагом. Это самая распространенная технология для такого шва. Электрод ведут от края до края по 10-15 миллиметров в каждую сторону. Очень важно выдерживать длину дуги, чтобы получить идеальную дорожку с минимальными примесями шлака. В конце шва убираем электрод в сторону наплавленного металла. Это придает окончанию шва эстетику и избавляет от кратера. Получился вот такой шов. Напомним, что мы варили электродом 2,5, углом под 45 градусов назад, зигзагообразными движениями. Теперь про скорость движения электрода. Здесь нужно добиться такого расплавления, чтобы шов был непрерывным, но при этом без наплывов. При слишком быстром перемещении валик получается неравномерным. Такой шов долго не продержится. При слишком медленном перемещении валик получится толстым, громоздким, оплывшим. Поэтому наша задача путем тренировок прийти вот к такому ровному, надежному шву. Подписывайтесь на наш канал, здесь много полезного. Уже в следующем уроке мы расскажем и покажем, как варить вертикальные швы. Редактор субтитров А.Семкин